22 апреля 1911 года в Петербурге произошло событие в литературной жизни, которое многие современники впоследствии задним числом считали началом нового этапа в истории русской поэзии. В редакции журнала «Аполлон» заседало общество, которое называло себя «Общество ревнителей художественного слова» под руководством выдающегося замечательного поэта той эпохи, поэта, литературного критика, теоретика, литературы, переводчика и так далее. Человека, как было принято тогда говорить, «Человека эпохи Возрождения», и тогда было принято говорить, и сейчас я бы не побоялся повторить эти слова по отношению к нему. Человек по прозвищу Вячеслав Великолепный, Вячеслав Иванович Иванов. Он руководил этой компанией молодых поэтов, которые сами себя называли «Академией стиха», официально их название было «Общество ревнителей художественного слова». В какое-то из заседаний не явился докладчик, не явился запланированный лектор, и решили предоставить экспромтом слово молодым поэтам. В числе молодых поэтов выступила и Анна Ахматова. Собственно, никто еще не знал, что она Анна Ахматова, и все ее знали, как Анну Андреевну Гумилеву. Ее литературный псевдоним еще не стал достоянием печати. Она прочитала несколько стихотворений, среди которых было стихотворение, которое я сейчас напомню вам. Именно напомню, потому что оно достаточно известно и было известно наизусть нескольким поколениям русских читательниц. Я пришла сюда бездельница, все равно мне где скучать. На пригорке дремлет мельница, годы можно здесь молчать. Над засохшей повеликою мягко плавает пчела. У пруда русалку кликаю, а русалка умерла. Затянулся ржавой тиною, пруд широкий обмелел. Над трепещущей осиною легкий месяц заблестел. Замечаю все как новое, влажно пахнут тополя. Я молчу, молчу готовая, снова стать тобой земля. Когда Ахматова читала это стихотворение, она очень волновалась. Мне рассказывал об этом тогдашний молодой поэт, тогдашний в 911 году, который стоял в очереди вслед за Анной Андреевной, они еще не были знакомы. Они и познакомились на этом вечере. И когда он мне рассказывал, это была середина 60-х годов, он все еще помнил, как колыхалась длинная черная юбка Анны Андреевной, потому что у нее коленка дряжала от волнения, когда она читала это стихотворение. Тем не менее, все кончилось, можно сказать, благополучно и даже триумфально. По легенде, мы когда говорим об этой эпохе, каждый раз мы должны помнить, что то, что мы считаем заверное и кое-что из того, что мы читаем в учебниках, мифологизировано и имеет легендарное происхождение. По легенде, Вячеслав Иванов поздравил дебютантку Анну Гумилеву, сказал, что поздравляю вас, в русскую поэзию пришел новый поэт, поэт-женщина и так далее, и так далее. Каждый раз, когда эта история пересказывается, а она пошла, так сказать, по рукам историков литературы, на русском и других языках, каждый раз добавляются все новые и новые подробности. Тем не менее, в основе этой легенды, как всегда в основе любой легенды, лежало некоторое и реальное зерно. Действительно, стихотворение произвело, как сама Ахматова потом формулировала, произвело фурор. Поклонники новой поэтессы, поклонники дебютантки, повторяли некоторые строчки, особенно повезло строчке «Над засохшей по великую мягко плавает пчела». Вот так же, как плавно перетекает звуковой комплекс ПВЛ в комплекс ПЛВ, так же строится и все стихотворение. Первая часть строфы, первая створка строфы, а Мандельштам говорил об Ахматовой, что у него двустворчатые строфы, перетекает и звуковой, и смысловой, и с первой части во вторую, и назад. Вы, наверное, заметили, что пчела плавает, а русалка, которая умерла, она уже не плавает. И так строится все стихотворение на том, что вторая часть симметрично-ассимметрично первой части. И это, как всегда, когда новая стилистика входит в литературу, она вызывает одновременно и то, что Ахматова назвала фурор, какой-то такой преувеличенный успех и недоумение, раздражение и протест. Как только это стихотворение было процитировано в печати дружественным критиком, тут же на него отозвались журнальные обозреватели, которые написали, что что же тут утонченного, неужели утончен этот образ? Я могу здесь помолчать, не молоть чепухи, потому что за меня будет молоть мельница? Это такая грубая издевка, она обозначает очень важную черту поэтики, вот той поэтики, которую Ахматова открыла здесь для себя и для русской поэзии. Это поэтика разорванных звеньев, психологически разорванных звеньев и уж, конечно, логически разорванных звеньев. Это мировосприятие, состоящее из отдельных острых касаний к окружающему миру. И довольно скоро и сама Ахматова, и критики, наиболее принцательные из критиков той эпохи, обнаружили возможный источник для этого явления поэтики. Дело в том, что в десятые годы в русской словесности происходило еще одно событие, еще одно открытие, еще один дебют, дебютировал новый жанр, новый низкий жанр, новый фольклорный жанр, новый, не просто низкий, а низменный и обладавший дурной репутацией жанр. Речь идет об открытии частушки. Дело в том, что русская критика, русская эстетическая мысль обнаружила, что фабричная, хулиганская при всей низменности и сомнительности своей тематики устроена так же замысловатой, так же изощренной, как японская хокку, как об этом впервые написал Павел Александрович Флоренский в статье 1908 года. Когда стихи Ахматовой пошли в жизнь, обрели широкую аудиторию, один из лучших критиков ее поэзии, Борис Михайлович Ахенбаум, написал специальную статью, она называлась немножко академично, «Песенные формы в лирике Ахматовой», но речь шла именно о совпадении с частушкой. А любопытно, что в 1915 году эта статья не увидела света, это сближение было слишком дерзким, слишком непривычным, слишком, я думаю, компрометирующим в глазах любого редактора, хорошо относящегося к поэзии Ахматовой. Впоследствии Ахматова, которой довелось слышать от очень многих филологов, да и сама она была замечательный филолог, много раз с удовольствием, скорее с удовольствием, отмечала сходство своих стихов с поэзией частушки, с поэтикой частушки. И мы знаем из нескольких мемуаров, несколько мемуаристов запомнили одну и ту же ее фразу, когда появилась на эстраде пародия на частушку, пародия, которую исполнял, в частности, ценимый Ахматовой Аркадий Райкин, «Дура, дура, дура я, дура я проклятая, у него четыре дуры, а я дура пятая». Ахматова говорила про эту частушку, «Это про меня, это я и это мои стихи». Надо сказать, что дело не только в частушке. Был еще один жанр народной поэзии, который очень повлиял на устройство стихов ранее Ахматовой. Это народная баллада. Народная баллада строится так, что какие-то звенья пропущены. Мы должны догадаться, что произошло. Народная баллада, если упрощенно говорить, строится по такой схеме. Подошла девушка к воде, а потом по воде пошли круги неизвестно отчего. С русалками, которые упоминаются в этом стихотворении, связаны очень многие народные баллады, былички, разные фольклорные нарративы. Вы, наверное, сталкивались с ними, они дожили в некоторых местах до нынешних времен. Это история про девушек, покончивших с собой из-за несчастной любви и после смерти превратившихся в русалок, и не находящих себе покоя, не находящих себе покоя в этом новом русалочем облике. Этот мотив потом проникал в стихи Ахматовой. Ей очень трудно было расстаться с русалочей темой. И в одном из стихотворений 1917 года болотная русалка, хозяйка этих мест, глядит, вздыхая жалко на колокольный крест. Это такое народное поверье, что русалку надо захстить, как это называется в народе, захстить или закрестить, показать ей крест, и тогда душа ее успокоится. И, значит, ее подводное страдание закончится. Это само по себе обращение к фольклорным жанрам, ориентация на фольклорные жанры само по себе не было бы таким острым и значительным, не так бы волновало современников. А мы знаем, как волновались такие Ахматовой, ее современников, и, повторюсь, особенно современниц, как они пошли по девичьим дневникам, по письмам гимназисток к предметам своей симпатии, которые писали своим однокашникам «О, как ты красив, проклятый!» и так далее, и так далее, о чем с некоторым смущением и умилением признавались на старости лет читатели этой эпохи. Но дело было не только в том, что так дерзко ворвалась частушка и народная баллада. Между прочим, аналогичные процессы ведь происходили в это время и в других видах искусств. Смелые цитаты Игоря Стравинского в «Петрушке» из разных форм городского фольклора, из шарманочных напевов, из такой дворницкой песни и так далее, и так далее. И это свойство Ахматовского поэтического мегатекста, супротекста, то есть всего корпуса ее творчества. Впервые была отмечена Лидия Акнегинсбург, выдающимся российским литературоведом прошедшего столетия. Она говорила о том, что Ахматова строит свою поэтическую систему так, что все время существуют дублеты. Одна и та же психологическая ситуация, одна и та же ситуация женской любви, женских бед, проигрывается сначала в своем, так сказать, городском варианте, в своем столичном варианте. Очень часто, мы же помним, это все происходит на фоне ослепительных петербургских декораций, фальконетового монумента, арки на Галерной. И тут же та же самая ситуация проигрывается ее фольклорными дублерами. Вот простой девушкой, которая вырывает лебеду, или крестьянкой, которую муж хлестал вдвое сложенным ремнем. Впоследствии, с этого момента, с этого дня, с 22 апреля 1911 года, Ахматова пришла очень большой путь в литературе. Если посмотреть все, что было ей сделано, то иногда диву даешься, сколько удалось сделать этой, в общем, не очень здоровой женщине. Это огромная словесная постройка поэмы «Без героя», такой, как говорят некоторые, такой словесный готический собор. Это прекрасно сложенная поэма «Реквием», очень разнофактурная. Там, помимо ее гражданского, так сказать, содержания, помимо ее пафоса, трагедии «Миллионов людей», это еще ведь замечательно сложенная из разных камней, как бы не смыкаемых, не состыкуемых постройка. Это замечательная пушкиноведческая работа, требующая большого усилия, больших знаний, очень кропотливая анализа, вывенчавшаяся замечательными открытиями и по части источников пушкинских, и устройства пушкинских текстов, и того, что Ахматова называла тайными комплексами Пушкина, и так далее, и так далее. И все это сделала женщина, которая при своем вхождении в русскую литературу 22 апреля 1911 года рекомендовала себя как бездельница. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ